Помнить каждого героя. Владимир Константинов провел открытый урок, посвященный Великой Отечественной. На этот раз председатель Госсовета Республики встретился с учениками Симферопольской академической гимназии. Школьники задавали вопросы и делились своими знаниями о войне. Владимир Константинов рассказал детям о концлагерях жестокости фашистов в битве под Сталинградом и обороне Крыма. Особое внимание уделил тому, насколько важно помнить тех, кто больше никогда не вернется. В памяти о наших родственниках, о наших близких, о том, что произошло, она никогда не должна нас покидать. В этом будет наша сила, если мы об этом будем знать, мы всегда будем точно знать, что нам нужно делать. Война забрала сразу двух дедов Оли. Обоих мобилизовали в 41-м году. Один из них участвовал в обороне Ленинграда, получил медаль за отвагу, но домой так и не вернулся. Я хочу поблагодарить, конечно, школу и вообще такую акцию «Бессмертный полк» за то, что она дала мне такую возможность узнать, как бы поднять архивы, что сподвигло мою семью действительно найти информацию и что позволило мне и моему брату узнать о героическом прошлом моих близких, родных. А Лере удалось узнать о ужасах войны из первых уст. Ее дедушка прошел всю войну. На фронт ветеран попал, когда ему было всего 16 лет. Были ранения и госпитали. Сегодня ему 91. Он говорил, что ранения были тяжелые, но так как на войне было мало солдатов, которые были не ранены, он говорил, что он сменой должен был продолжать путь и прошел войну, защищал Крым. Ученики охотно делились своими историями. Некоторые даже исполнили песни и стихотворения. Нелегкую судьбу матери, не дождавшуюся сына с фронта, выразительно пересказала ученица младших классов. Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышать мог. Владимир Константинов проводит подобные уроки в школах Симферополя регулярно. По его мнению, именно от патриотического воспитания молодежи зависит будущее всего Крыма. Зная свою историю, знает, что как было, он всегда будет готов и будет знать, что жизнь так устроена, все в этой жизни может быть. Если были концлагеря и миллионы людей в них погибли, то кто сказал, что это больше никогда не повторится? Оно может не повториться, если мы будем над этим работать. Бессмертный Бог! Победы наши пламя! Бессмертный Бог! Бессмертный яблок с нами! Бессмертный Бог! Бессмертный Бог! Анжелика Завгородняя, Виталий Голубев. Время новостей.